Наследие Великого Абая — тема панельная дискуссия открытого Евразийского книжного форума и литературного фестиваля, проходящего в эти дни на площадке Брюссельского экспо. В конференции, посвященной 175-летию выдающегося казахского писателя и мыслителя, участвуют представители посольств стран Центральной Азии, казахстанские европейские ученые, литературоведы, поэты, художники. Наш СОПКОР из Брюсселя Жанат Эрнст расскажет об этом подробнее. Это уже восьмой по счету книжный форум и литературный фестиваль Евразийской творческой гильдии Лондона. В этом году он проходит в Брюсселе, и на него были приглашены финалисты конкурса «Открытая Евразия» из стран СНГ. Среди них 29 казахстанцев. Это поэты, писатели, художники и профессиональные переводчики. Литературоведов и дипломатов, писатели из разных стран Евразии объединила тема огромного значения для современности бесценного наследия Абая. Юбилей Абая – возможность для нас всех, не только для Центральной Азии, понять всю ценность его работы, а также вывести их на мировую арену. Мы открываем, что в трудах Абая есть универсальные темы и ценности в его любви к природе, а также понимании позиций человека во Вселенной. Он достиг экстраординарного признания не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Чем больше его переводят, тем больше о нем говорят, и тем больше людей понимают его наследие. Казахстанские ученые-филологи, литературные агенты, писатели и поэты рассказали участникам форума о достоянии Абая Кунанбаева и о том, как собираются отметить 175-летие великого казахского писателя и философа на родине. Величие Абая в его уважении ко всему человечеству. Абай превознесся не только на уровне казахского народа, не только как представитель тюркского мира, но и как сын всего человечества. Еще в 19 веке он предвидел все проблемы и вызовы, которые ведут к современным конфликтам и призывал мир к человеколюбию, к равному отношению к каждому, вне зависимости от национальности, языка или религии. Только отношения как к брату и другу приводят к миру во всем мире. Вот о чем говорил великий Абай. Говорили на форуме о необходимости тщательного изучения наследия Абая и глубокого переосмысления значения тех жемчужин мыслей, которые он оставил после себя всему человечеству. Литературовед из Казахстана Бахтыгуль Мохамбетова привезла с собой на фестиваль произведения казахских авторов, изданных юбилею великого писателя. Это труды у Розалы Сабдена, Медеус Арсикена и Сауле Душан. Абай – это и Конфуций, и Гёте, и Шекспир, и Пушкин в одном лице. Но все его человеческие качества, его творческое наследие, состоящее из жемчужин национального духовного богатства, предназначено для изучения не только казахам и тюркам, но и представителям всего глобального мира. Поэтому наша задача сегодня – донести до всех людей в мире всю глубину мысли Абая и помочь в правильном понимании его бесценного наследия. Слова назидания еще нужно изучать, потому что настолько глубокий философский смысл. Его мысли о том, что нужно уважать людей вне зависимости от сословия. Десять заповедей, которые есть в христианстве, вот, наверное, слова назидания Абая можно сравнить с этим. Потому что я думаю, что при, наверное, правильной адаптации и переводе, и адаптации, естественно, под разные там менталитеты и языки, то это может послужить руководством, на самом деле, для молодежи и вообще для духовных и образованных людей во всем мире. Литературное чтение произведений великих сынов казахского и кыргызского народов Абая Кунанбаева и Чингиза Айтматова, встречи в посольствах стран Центральной Азии в Брюсселе и обмен опытом в исследовании бесценного творческого наследия, а также церемонии награждения победителей конкурса «Открытая Евразия» – все эти мероприятия пройдут до конца книжного форума и фестиваля литературы в Бельгии. Жена Терна, Жумар Тахметов, Хабар, 24, Бельгия, Брюссель.